Уже в следующем месяце в России запустят пилотный проект по массовой проверке населения на коронавирус. Специалисты будут использовать уникальную российско-японскую систему, которая выдает результат за 30 минут. Заниматься проектом будет Альянс по борьбе с коронавирусом, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций, Союз промышленников и предпринимателей, Яндекс и Мейл.ру. Об этом они договорились сегодня по итогам совещания, которые провел премьер Мишустин. Само правительство, в свою очередь, сегодня решало, как сохранить ситуацию с болезнью под контролем и как поддержать экономику. Репортаж Алексея Петрова. У России есть опыт борьбы с эпидемиями, причем и на международном уровне тоже. И страна с пандемией справится, подчеркивает премьер Мишустин. Главное сейчас четкость и слаженность всех госструктур. В официальном заявлении правительства, оно публиковано сегодня, перечисляются ресурсы. В распоряжении медиков 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, развернуто 55 тысяч инфекционных коек, подготовлено 7,5 тысяч боксов для заболевших. Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Медицинские организации готовы к различным сценариям. Мы также наладили производство диагностических тест-систем и организовали тестирование всех прибывающих в нашу страну людей из государств, где распространена эта инфекция. А также тех, с кем они контактировали. Таких тест-систем уже свыше 700 тысяч. Их направят во все регионы. Кроме того, государство финансово поддержит врачей, которые сейчас работают без отдыха. Из бюджета для этого дополнительно выделяют почти 12 миллиардов рублей. Другая важнейшая тема – обеспечение товарами первой необходимости. Следить будут строго, в том числе за ценами. Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и Коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств, медицинских изделий. И, конечно же, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запасов такой продукции. Вот полки московского супермаркета. Есть из чего выбрать. Аналогичная картина и в Туле. Консервы, овощи, сахар на месте. Но если что-то заканчивается, оперативно подвозят со склада. А это одна из макаронных фабрик в Челябинске, где работа идёт бесперебойно. Как и на мукомольном предприятии в Рязани. Увеличили производство муки в Ставропольском крае. Перешли на полную мощность – полсотни тонн в сутки. Продукция есть, никто не закрывается. И мы готовы обеспечивать продукцию в обычном режиме. Уже завтра на месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости. Таможенные пошлины на ввоз, к примеру, лекарств и медицинских изделий обнулят. Но и российская промышленность должна выпускать больше масок и средств защиты. Следить будут в режиме онлайн. Для этого создаётся единый информационный центр, куда будут поступать сведения по каждому региону. Дистанционную торговлю лекарствами, которые продаются без рецептов, упростят. Но контроль, наоборот, усилят, чтобы не было контрафакта. Особое внимание государства тем сферам, где ситуация наиболее сложная. Предусмотрены отсрочки по налоговым платежам. Я уже дал поручение до 1 мая предоставить такую отстрочку турбизнесу и авиаперевозчикам. Кроме того, мы приняли решение освободить в этом году туроператоров от оплаты взносов в резервный фонд Ассоциации Турпомощи. В ближайшее время Минэкономразвитие совместно с Минфином и Минтрансом, с Ростуризмом, разработают порядок компенсации убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Кроме того, еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда, прежде всего в моногородах. Алексей Петров, Наталья Лундовская и Владимир Озеров. Вести.